Цели структурирования. Сейчас я скажу пару банальностей, которые с умным видом вещают разного рода ученые. Банальность первая. Все, что нас окружает, связано с понятием системы. Банальность вторая. Очень важное понятие, которое помогает нам не только постигать сложные явления, но и создавать то, что нам надо. Система это совокупность упорядоченных элементов, множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство. Эти банальности нужны, чтобы я мог перейти с вами к главному. Говоря про онлайн-курс, мы должны понимать, что это тоже система определенным образом упорядоченных элементов. Эта упорядоченность в виде структуры обеспечивает достижения, поставленные разработчиком курса учебные цели. От того, насколько тщательно эта структура выстроена, во многом зависит результат обучения. Целью структурирования является системное отражение принятия разработчиком курса педагогического решения в системе. Суть процесса построения системы следующая. У вас есть курс, которому вы даете название. Желательно красивое, привлекательное и говорящие о будущем результате. Например, как у меня мастер онлайн-обучения или платформа моей мечты Moodle. Далее вы продумываете идею курса. О чем он? Например, так, каждый желающий научится создавать свои курсы, сильно облегчающие его работу при небольших затратах времени. Чем лучше продумана идея, тем интереснее будет вашим обучаемым. Для достижения этой идеи вам придется продумать структуру курса и для этого достаточно. Первое, составить перечень тем. Второе, составить план каждой темы. Третье, составить перечень практических заданий в форме семинаров, тестов, эссе, проектов, практик, лабораторных работ и так далее. Тем, кто давно занимается образованием, это все очень хорошо знакомо. Остальным я советую посмотреть любую рабочую программу дисциплины или учебно-тематический план по предмету, близкий для своей предметной области. Состав структуры курса я бы посоветовал включить результаты обучения. Сейчас принято их называть компетенциями. Это очень ценное понятие, и я приготовил отдельный специальный учебный модуль по управлению компетенциями. Получилось так, что в России их только формально прописывают, но никак не измеряют. Тем не менее, советую прописывать по каждому занятию эти результаты, кто должны освоить ваши обучаемые. Желаю вам успехов в прохождении этого теста!